здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая ну как вы видите на столе у меня картофель и сегодня речь пойдет об исключительном картофель скажите мне пожалуйста много ли вы знаете людей современников наших то есть которые живут с нами в одно время таких людей в честь которых что-нибудь названо живых людей непосмертно ну я например из истории французского искусства живописи например знаю что такой художник единственный художник во франции который при жизни был удостоен чести выставить свои картины в лувре это латрек это удивительно ну вот речь пойдет о картофеле и вы наверное уже догадались да есть у нас такая кемеровская область есть там великолепный просто замечательный человек аман гумирович тулеев в честь которого оригинаторы создали вот этот просто замечательный сорт и называется он тулеевский про амана гумировича ходят такие за эти слухи приятные очень народ просто так не будет сочинять для этого всегда есть причина когда он пришел к власти в своей кемеровской области он забрал всех бизнесменов производящих кто колбасу кто там молоко кто творог да неважно продукты питания и он им сказал что вы дорогие мои хотите работать на территории огромной области так вы будете делать хорошую колбасу вы будете делать хорошее молоко и масло и будете продавать дешевый бензин помните было время когда все ездили заправляться в кемерово вообще здорово обидно просто за край почему у нас не так и у нас никто картошку не назвал ни в честь кого заметьте это я такая злая да значит но мы будем говорить сейчас о картофеле над этим картофелем ученые трудились ни один год и не два гораздо больше и этот картофель появился в госреестре был допущен как бы до к использованию на полях фермерских полях промышленных только в 2006 году то есть ему уже практически 10 лет и чем же он так интересен был взят картофель чернский и толкан чернский это наш картофель а толкан это похоже канадский все-таки сорт картофеля и вот они его крутили внутри вот этих вот видовых гибридов и все-таки нашли такой вариант который отвечает практически всем требованиям потребителя картофель в лунке от 20 до 30 клубней весом 170 тире 250 грамм а и более если 500 и 600 грамм значит вы представляете себе да эту лунку картофель практически находится у поверхности у него очень мало листьев у куста картофеля он не мешает обработки не закрывает почву для прогрева и для там дождиков кстати про дождик совершенно не требуется поливка категорически не требуется если стоит жара на улице то лучше его порыхлить правильно кто-то сказал молодцы просто а не поливать бегать с ведрами и слейками как мы делаем с остальным картофелем этот картофель совершенно не терпит искусственных удобрений химических абсолютно ему это не нужно ему конечно под перепашку а пахать придется два раза и осенью и весной осенью вносим старый перегной повторяю старый потому что кислое ему тоже не надо но старый перегной она как бы до желательно бы и еще запомните пожалуйста особенность этого картофеля некоторые жалуются что внутри его рвет и он плохо от этого хранится да есть такая проблема но она легко устраняется если вы внесете в почву под перепашку осеннюю либо весеннюю всего одну чайную ложечку распылите на один квадратный метр посадок бора борной кислоты это же просто все земля готова за месяц до посадки этот картофель надо вытащить и обязательно положить его не на яркое солнце а на рассеянный свет слушайте внимательно и запоминайте не так все просто сделайте согласно его характеристики значит получите огромный урожай великолепных клубней которые имеют товарность 90 процентов 99 процентов товарные клубни а после хранения долгого зимнего у него сохраняются 85 90 процентов клубни это очень хороший результат при этом он светло кремово-желтый внутри очень вкусный и по вкусу превосходит вашу адрета когда картофель тулевский отлежит ну примерно там неделю на рассеянном свету вы должны обработать его или и пином экстра что очень будет даже ему полезно либо и миксимом есть такой препарат но и пин экстра вам более знаком и он всегда везде есть поэтому обработайте и пином экстра повторите обработку и перед посадкой тоже его можно резать он от этого не пострадает но за три дня до посадки чтобы у него все ранки засохли я уже говорила что его обязательно вспашка для него обязательно два раза за год это осенью и весной и обязательно исключить минералку всю обязательно не поливать в жару рыхлить но придется окучивать его три раза значит первый раз когда появились проростки над землей второй раз когда он цветет и третий раз когда ботва пожелтела слегка и полегла вот что такое картофель тулевский я надеюсь что вы обязательно заведете себе в своих коллекциях и тулевский в том числе он находится в десятке самых лучших вот таких клубней картофеля в россии представьте себе что имея такой картофель в своей коллекции домашней вы станете обладателем огромного урожая потому что вот эти 20-30 картофелин которые нарастут это примерно где-то вес их составит вместе от 7 килограмм в ведре картошки в 12 литровом 7-8 килограмм максимум вот вы чувствуете да к чему я предвела но вы молодцы просто поэтому я желаю вам успехов и обратите свое внимание на хорошие картофель он вам очень понравится ну на этом всего доброго и до свидания и Субтитры подогнал «Симон»!